всем привет меня зовут роман это канал роман play игра кар механик симулятор 2018 так сегодня мы будем снимать не сюжетное задание к сожалению может быть для кого-то просто подписчики попросили заснять свалку либо аукцион чтобы я купил там что-то восстановить но аукцион я не знаю не верю смысла потому что денег не очень много мы купим только одну машину максимум две принципе там ну не знаю там не очень интересные я думаю там даже написали комментарий что действительно будет интереснее свалку заснять так что давайте-ка мы сейчас так поедем на свалку так где она у нас свалка свалка вот свалка металлолома 500 баксов ну ладно их это на такси . дороговато так все прибыли мы на свалку я не говорю микрофон молчал потому что бывает когда вот загрузка там микрофон бывает запинается так ладненько что тут у нас есть но я сама вижу что он диски и не так это все коробка вообще в хлам аккумулятор ну может быть зарядить можно ну а так не на двигатель в качестве я частично даже присутствует и сколько же это чудо стоит 12503 ну честно сказать ладно оставим это как для рассмотрения покупки дать чуть поищем более интереснее я нашел поинтереснее машиночку это же porsche кстати говоря но неизвестно что с двигателем и коробкой но дело в том что они присутствуют хоть какая-то часть их есть так сиденье 1 нету стоит 26 870 но допустим из того что видно да так узел тормозов верхний так диск сцепления тем не менее все равно я буду как делать то что нельзя восстановить конкурсом сами на части что стоит можно мы восстановим кого машина будет идеально новая мы все ставим новое так ну остальное тут вообще непонятно по кузову сиденья отсутствует любого стекло короче тут вообще покопаться придется прилично так я не знаю вот если мы ее купим за одно видео по любому это все не сделаем я так предлагаю допустим разделить на две а то и три части сожалению так ну как бы чтобы было приятнее смотреть маленьким видео посмотрел все вот у вас следующее можно допустим в одно видео мы делаем двигатель сзади у нас всегда ржавый такой потом второе видео там делаем подвеску и третье видео мы это делаем уже кузов и салон так давайте я по-любому и покупаю автомобиль интересный довольно таки смысле ага реальная стоимость автомобиля вот как вот я оцениваю да стоит двадцать шесть восемьсот семьдесят а мне предлагают и купили тридцать шесть сто восемь если бы то вот как бы вот ну какие там другие машины да я может быть и забил бы пол ну ладно в принципе деньги у меня есть что еще нам делать автомобиль интересненький довольно-таки porsche тем более нету его меня там другие немножко машины не а лотус есть спортивный bentley очень интересный старенький установленную жесткую так ну что ладно покупаем ну да что делать так поставим в гараж потому что мы со уже будем его ковырять дать и может еще по ждем все по парковочке что здесь еще есть интересно что это металлолом но все до секс и говоря стоит как ты по состоянию двигатель даже частично я по как-то купил машина какой-то не помню уже там 9 просто блок цилиндров все буш вообще ничего не сколько у тебя просят восемь тысяч кстати говоря мимо с какой-то есть давайте купим этот потом его восстановим как-то я так отдельно видео запишу просто восстановление машин будем так записывать как бы сюжет куда пройдем и плюс еще и будут эти установки машин купим и поставим и пока на парковку восемь тысяч ну разве это деньги да покупаем за 8000 и на парковочку так и что еще тут есть интересного так вижу еще машины красным да ну вот как раз таки есть вот блок цилиндров там коленвал вроде бы еще остался ческать от машины мало чего осталось реально сиденье вообще нету багажник стекла двери каще надо уложить и стоит то двадцать две тысячи ладно с кайслером пока подождем хотя не знаю тоже интересно дорогие машина мне кайслера нету такого бен двадцать две тысячи типа счет мы будем порш сделать нам нужно будет деньги ладно все давайте пройдемте еще может чем-нибудь найдем интересненького как ты хочется купить кинет металлолом у нас вообще не понятие чего вот я не знаю вот я такой джипа купил он здесь стоит на слалке но его купить нельзя шевроле такой неплохой так это чего у нас тут принципе то 9 900 ну это вообще как бы но у меня машина 8100 но это как обычно но на и муские машины не очень интересные так если допустим делать нечего можно прикупить но не более того так это металлолом еще и все на но нету больше ничего не знаю вот насчет этого кайслера и так все думаю так это ничего не стоит а тут porsche стоял мы купили так бывает видео углом где ничего не стоит нет ничего у меня еще куча карт кстати говоря можно еще потом будет как видосики запилить вот карты открываем ну это подкопить денег там просто там много всяких машин можно все это скупить что-то продать что-то сделать тогда больше еще тут нет у нас интересного как тут porsche только у mercedes такой более-менее интересный экземпляр не знаю крайслер 22000 да блин столько мне еще вкинуть надо это представляете вот сиденье надо все 400 руль надо двери стекла капот двигатель вообще она мертвая всякая получается я только покупаю кузов колеса тоже все на выброс не еще красить надо на качество на все делать вообще абсолютно подешевле то я не знаю 1015 хотя за кузов только отдавать пробег 162000 начало я был новый двигатель делать только этот пробег ладно крайсли тоже неплохо для коллекции так что давайте-ка его купим до деньгами так ладно позже тут ничего интересного нету будем сейчас пор 911 восстанавливать начинать давайте назад гараж возвращаемся я купил и так три машины у вас так вот наш porsche короче выглядит конечно он а тут чуть кликнет давайте переставим на конкурс как его представить пункт сейчас как бы его я просто хочу сфотографировать его то что допустим вот было да вот потом сравнить то что стало немножко боку сфотками да потом когда вот закончим полностью восстановление уже восстановим да и ставим вот эту фотографию то что вообще было так ладно раз мы взяли за восстановление то машину ну да наверное скорее всего на три видео раз распределим так ну что давай тебя мы вообще что там вообще у нас живое есть интересно узнать ну что можно вообще просканировать а нет разъема оба дм классно вообще так по электрике что-то очень живое у нас аккумулятор да ну кстати говоря у меня есть зарядка так что сейчас мы его восстановим ничего страшного так ну с шины это все под замену со уже вижу компрессию по а сначала а он тоже чуть а точно не особо так ну что давай тебя на подъемничек давайте на центральный ну капот что-то там багажник так сейчас посмотрим что у нас там запчастям со старой машины еще о сундучок сундучок с тебя мы сейчас положим на склад я потом как-то сделаю открытие так сказать сундучков отдельно мы так здесь какие-то были болят вспомнить бы еще вот он сейчас его сюда отправим вот так все потом будем открывать так а вот эти старые запчастя которые мы все продадим так что чего даже начать вообще даже не знаю но а пока это оставим масляный фильтр . сбоку не диктель это сбоку вообще вставлю а ну и бачок отдельный для масла сделан это да так нам надо чтобы разобрать все это надо снизу все это снимается да да машина конечно трындец реально там на свалке она простояла не фиг знает сколько но тем не менее ммм значит чтобы это снять нам нужно снять колеса да без этого никак ну что делать давайте снимем колеса да вот это крутим так вот эти на запчасти которые ну по какому-нибудь положим сейчас на склад чтоб они не нормально потому что мы будем собирать двигатель и коробку так соответственно чтобы вот это все нам не мешало мы в ячейку ну тогда восьмую она свободная запихаем вот это все по на уши по porsche так где двигатель так ну что скидываем коробочку сейчас попробуем ее восстановить не знаю что с этого получится а двигатель который не знаю там вообще есть чужое так нам чтобы здесь разобрать хитро сделано доступ с остальным моторного отсека да а все смотону отсекали так вот интересно разбирается вот эта спортивная машина да где тоже то лотос сделал довольно таки все вот это ну некоторые вещи проблематично так цель что тут мешает она какая-то часть снимается короче какая-то часть снимается сверху да которые снизу ну да и ну да и ну да так все и мы есть часть снимается снизу часть сверху ты будешь подъемить туда-сюда дергать и ну да и ну да и ну да ну да и и и так это поршня мы ослабили который с той стороны с этой стороны хорошо системы моторного отсека так хорошо я понял вас значит мы сейчас ослабили сейчас остальное моторного отсека мы достанем все поршня как не все только часть так это вот цилиндр так вал можем следить я могу даже отсюда это смотрит уже даже не надо мне вынеслись я могу и здесь снять тоже снимаем посмотрим что мы можем поршня это точно не все черные загоревшие подъемник да только так и дуракушитель только с ним не мешал отправим его на склад так ну все так подвеску оставим пока то как есть так вот это мы сейчас отправим что что мы отправим мы отправим сейчас это это да ну что могу сказать сейчас посмотрим что мы можем отремонтировать так мы даже что-то отремонтировали что отремонтировать диск сцепления крышка шатуна только мы одну получается что-ли отремонтировать две крышка подшипника коленвала одну да только и сам коленвал мы отремонтировали кстати говоря он стоит я думаю недешево так значит что блок цилиндров нам надо покупать значит соответственно мы сейчас будем двигатель собирать с нуля так коробку нам не получилось отремонтировать к сожалению ну и ладно значит сейчас мы посмотрим какой двигатель у нас здесь и будем его собирать самого самого нуля двигатель b6 еще да да очень информативно информация просто тьма тьмущая короче 262 лошадиные силы в нем да надо заводская мощная большие до двигатель кстати говоря он шесть цилиндров получается ну что пойдем короче к этому станку так вспомним как вот создать новый двигатель давайте искать где же вот этот наш двигатель нет не тот похожий был конечно но не то блок это поиск а ну вот намного проще b6 вот он вот этот двигатель нам надо сделать да вот он 262 лошадиные силы ну выбрал так посмотрим давайте сравним точно так у нас есть коленвал мы его установили все с этого и начнем нам нужно так что нам нужно нам нужно поршень шатуном и колечки к нему как же добавить как же добавить то блин нет не то режим проверки что то я забыл так здесь можно было добавлять запчасти ну это вообще что то я даже забыл так так нет ну вот режим установки так и мы сейчас когда нажимаем 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 добавить список да вот поршень шатуном да и за уже то нам ну ладно топливный фильтр мы пока подождем его нечестно вообще не к спеху так сейчас чувствую мы с этим двигателем проводимся ого-го так поршень шатуном и все уже надо колечки к нему будет так поршень так поршень а какой она обычный а колечки какие а она такие значит сколько нам нам нужно шесть штук шесть штук есть купили так и шесть комплектов нам колец все тоже купили отлично значит что мы теперь собираем как хорошо вообще выглядит все такое новенькое так все поставили отлично так теперь что у нас есть крышка шатунадера две штучки целых так что мы сейчас прикрутим ну давайте вот это так и одна а ну это скоба уже надо к блоку цилиндров уже приключить так значит нам что нужно сейчас список это очистим давай сейчас так же очищем сколько нам нужно еще один два а две поставили всего шесть а еще четыре штучки давайте извиняюсь за голос так крышка шатуна крышка шатуна крышка шатуна я нам Including нам надо четыре штуки купили есть собираем остаточки себя там я вот после к ремонта машин многих там оставались запчасти меня я даже не помню что у меня осталось там часть я использовал часть мне еще что-то оставалось так отлично блок цилиндров у нас отсутствие давайте же дома купим новый блок цилиндров так что там за блок цилиндров блок цилиндров а b6 сида и где ты все пока не вижу тоже бы пошли пропустил а нам нужно си это бы 6 а она нужна буковки си 4 не вижу в 10 вообще а вот нету бы вот блок цилиндров а b6 си 2600 да вот он все есть две тысячи сорок нам пошлось по скидочке ну все довольно-таки дорого так все поставили что у нас блок цилиндров еще надо ухты сколько всего надо караул так что мы добавили цилиндр двигателя b6 и так надо значит нам понимать что нам будет ну ладно пока купим 3 пока купим 3 насос туда куда он вообще встанет я не понимаю так здесь что у нас у нас есть такая а мы ее не устанавливали на что надо счет 1 штучка дрючка а и вот еще на что такое то вот это надо будет еще две штуки так пока все а вот еще трубка надо еще две трубки так пока все да так цилиндр двигателя b6 что то я не понял так цилиндр так вот вот нам нужно три штуки мы пока 3 купим там не домой с другой стороны там чего-то его стоит хотя я думаю то же самое ну ладно чтобы лишний день не тратить мы будем так крышка грим так крышка грим а нам нужно так 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 а b6 вот вот она то что то что ну да ну да на porsche запчасти ну как и на лотос тоже дорогущие что это спорткар так насос гидроусилитель нам еще нужен так насос гидроусилитель так что ты блин так в 8 нам нужно так насос гидроусилитель так крюля так в 8 так все есть насос дешевый так топливный фильтр нам фильтр фильтр обычно для всех идет один и тот же так вал нам еще нужно так вал большие сито вот это коленвал а нам нужен вал вот я бы купил бы то что умеет такой есть так крышка подшипника коленвала то так две штуки нам нужно две штучки так или труба так труба 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 вот она b6 10 баксов нам по 9 круто так все это собираем так со уже топливный фильтр мы ставим чтобы не маячего трубу поставим есть есть собрали так крышка грм ну смотрите уже преображается двигатель что-то уже появляется так со уже сейчас берем так и вал поставим так здесь все собрали ну что пошли дальше по списку так все заметки все эти удалим это я добавил головка блока цилиндров так не надо так три штуки ничего так теперь надо еще блока цилиндров так пока все все познали быстренько магазин это сейчас видос тут вообще реально на очень очень много времени выйдет так головка цилиндров да так b6 и да вот нам нужно три штуки а удурить каждый по 900 нам там по 800 чем-то вышло все 2400 а дурить сейчас такую машину сделаем дорогущую так блок цилиндров так цилиндров так цилиндров б там надо был а пиналов б а вот это не то это вообще для тот же а вот это не то это вообще для тот же это а вот блок цилиндров б б 6 и 2 600 нам до 2340 все так купили так собираем это ставим головку перекручиваем уже красавец становится двигатель так ну да вот со свалки когда берешь машин двигатель там все убиты так блок цилиндров ну да можно конечно было покупать ну ладно так а с кризиса зажигания так ну что ладно поехали новый список делать значит что мы добавляем так спидвал выпускный коллектор так шкив каленвала соответственно вот это как она цилиндр двигателя так три штуки потом труба две штуки и крышка грм одна штука а вот еще восприятие зажигание чем там по ее сзади смотрю маховика маха что-то мы там восстанавливали не махает ну да еще махаи давай соберем так погнали в магазин магазин так распредвал данным раз так большие си нам нужно так вот и спидал бы шести так пока купим один ладно так выпускной коллектор нам нужен так выпускной коллектор так большие си нам нужно это не то и где ты вот он он сам вообще вверху был так шкив каленвала нам нужен еще так шкив каленвала в 8 нам нужно вот 8 так цилиндр двигателя так цилиндр так двигатель на так вот три штучки так труба так большие сида где на вот она на две штучки так крышка грм больше си фото на есть так и так и спереди зажигания где что там вот она так до 6 вот да вот он и маховик на 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 в в так все собираем это сделаем так спидвал в выпускной коллектор сейчас поставим в так готово сау же можно шкив коленвала воткнуть так есть что так вот здесь цилиндр поставить нету таких деталей меня еще пока так крышку говорим ставим на место так зажигание так с этим все ну давайте еще поставим маховичок дисциплине я помню у меня был вроде не было так значит это что мы это все удаляем слава между мной так добавляем так что нужно подшипник из предвала так потом что вот это крышка так две штуки нам надо будет так головка блока цилиндров 3 что-то так пока нет не все шестиняса уже нас уже распредвал добавить было добавим а и можно саужу вот этот чтобы не париться так все мы дам что вот так погнали что нам нужно поехали по списку так нажимной так нажимной дисциплине покупаем так подшипник распредвала так я думаю два потому что с одной стороны с другой стороны так все покупаем потом крышка таких это распределить это надо 2 куда так головка так блок оцелиндров больше всего там три штуки красота у нас так так шестерня спинала большие ситам тоже покупаем сао 2 потому что все что он тоже будет распредвал так и выпускной коллектор все купили отлично так потерялся так и ставим вот эту штуку шестерню ставим потом вот эти мы сейчас установим так есть цилиндров так тоже все готово интересно сколько коробка стоит я думаю там вообще очень хорошей стоимости так выпускной надо вообще голос так то надо подшипник это все удалим так смотрите какая красота получается опеньки а это чё на каждый сколько один два так один два три четыре пять шесть получается на каждый цилиндр по две свечки на каждый цилиндр круто так что у нас здесь крышка двигателя да нам нужно еще потом цепь говорим а большая а это надо б да да ну вот так и свечи 12 штук нам нужно все погнали погнали магазин ну вот коробка передача что-то посмотрим так нам нужен подшипник тут все покупаем так крышка двигателя так крышка двигателя так нам вот это нужно 180 баксов все нормально так цепь так цепь грэм нам нужно так цепь грэм нам нужно а а вот он по 6 да вот она а нам надо и потом нам надо такая цепь только b вот все и свечи свечи так 12 штук готово все собираем дальше чудесный двигатель так ну что начнем тогда не знаю нам подшипник собачьим так готово так теперь свечи будем вкручивать вкручивать их будь здоров надо так сверху появилась какая-то запчасть снизу тоже так свечи не скрутили так крышку сейчас оденем еще надо закрутить ее точнее я уже думал просто поставите сюда сама защелки защелница так здесь надо свечи включить дачу с этим двигателем мы долго возьмем но тем не менее мы сначала пока искали машину на свалку катались помимо вот эта машина нашли еще две интересные так все погнали дальше это что крышка головки блока цилиндров b это а здесь тоже b и а значит что мы делаем список который очищаем добавляем вот эту крышку и добавляем вот эту крышку да их надо по две штуки каждых потом что здесь вот мы сейчас цепь поставим здесь цепь поставим о а генератор внутри вставляется прикольно так на так колодка натяжителя цепи и здесь колодка на на две штуки нам так две штучки погнали дальше что так впускной один это а а это б б и а а так здесь вроде пока все да все все чешем магазин тут двигатель реально не знаю и запчет дохожу еще подсказки есть допустим я бы вообще не знал что мне надо ставить тут еще было больше времени занимало на головке блок цилиндров так 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 где нет нам нужен b6 вот они так головки блок и цилиндров так вот она крышка крышка головки блок и цилиндров б пока б нашли надо так две штуки так есть купили так теперь ищем а я походит пролистал да да вот она крышка был так блок цены оба шесть это не то а то как вы купили так это не то крышка вот на большие силы щава купили бы не то потом пришли продавать это все так что нужно еще генератор еще разные тут так нам большие силы специально для борщ так колодки натяжителя на колодками крае мануны 6 а нужно больше 6 да я так колодка на 3 цепи грамм вот пшесси две штуки так я надеюсь там правильно все посмотрел так выпускной так выпускной коллектор б это просто больше то она делал не выпускной нам нужен впускной что-то я смотрю там не то вообще все так впускной нам нужен вот коллектор ab6 вот он один и такой же 2 bb6 все есть купили надо же разобрались так генератор ставим очень удобно из внутренней стены закручивать вообще офигенно так какой-то может что-то еще было проглядел топливная рампа на 9 конечно мы тут полку вводим все если честно так и все поставили просто хочу собрать уже как но серия была именно по движку так мы собрали так тоже все собрали вот такие вот я как говорил что глобальные ремонты когда вот надо в общем все сделать до машине это очень много времени занимает соответственно и получается долго так все мы собрали так список очищаем вспомогательный вентилятор а это дроссель так топливная рампа а там что у нас тоже такая же да так на 2 на запомнить крышка м так большая си а здесь что большая си таки на две крышечки нам и и кожух кожух вентилятора так ну что пока на этом все опять быстренько чешем магазин покупаем так вспомогательный так он только один каких-то тех нету так потом дроссель 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 так b6 а б6 б6 си вот три разновидности еще дроссель 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 д крышка грм си нам нужно так ближе так вот все большие сито на одном две штуки так и кожух вентилятора так все собираем дальше конечно красиво получается не спорю просто так стояли еще там да сам сама все зажалось так тут рампу надо поставить так вот это крышка грм так и а вот еще рамку нам нужно что нам теперь нужно это предвительство большое что уже даже как-то неудобно так вентилятор радиатор нам есть потом вода зажигания нам нужны все мы как бы воздушного фильтра концу уже но тем не менее тут надо еще поводиться ну да так все приняли магазин опять не знаю какой раз так вентилятор вентилятор радиатора так больших кожух купку пропеллер основе чаще и тоже такие маленькие он какой еще как центрифуга так провода зажигания так большие так вот они все так крышка извиняюсь это вообще голос усил так крышка воздушного фильтра так в 6 вот она наверно так ставим вот такой болт черду туда так крышку поставили вот провода что поставил все и больше ничего не купил так здесь что у нас это так времени так больше ничего нет больше ничего не боюсь так а вот вот самый самый последний так воздушный фильтр б-6 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 9 бакс нормально нормально цена так 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 как мы купили купили и еще так еще надо вот и уже часто по штучке по две покупать так основание 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 воздушного фильтра 6 вот она есть и поликлиновый б б б б б б б б б 6 си вот так есть все купили быстренько собираем двигатель воткнуть в машину а вот и на ох б б б так четыре штуки надо cb а ну так вот а пошло класс так прикинуто кремень а так осталось у нас то вот он больше си есть покупаем и нам нужны еще хомут б б 4 штуки готова купили мы все так есть сейчас ставим в мешочек поставили так теперь хомутики так я смотрю что двигатель все собрали мы молодцы долго мы его собирались часа ну да все мы собрали движок так все ура победа значит что мы вот это все барахло которое у нас осталось мы теперь это продаем так теперь двигатель нам как-то надо поймать снять и вот сюда надо воткнуть как то так как его воткнуть так а как его воткнуть снять двигатель двигатель ставится снизу да монтаж деталей и как это барахло запихать туда ничего нечего то есть не собрал так двигатель мы собрали мы дальше что или я не могу туда воткнуть что ли получается мне надо его разбирать снять повернуть создать новое то есть пользуюсь снять так может это очень собрал а так будет навредка просто как мне сюда тебя воткнуть режим проверки монтаж деталей мне показывает что я должен вот вот все это не то не то не то не то не то что можете ну что это использовать снять повернуть все это собрал такой вопрос интересует так вот еще смотри да здесь значит все собрано так если снимает двигатель я не могу это поставить и чем его здесь опять собирать но если это собирать это за кадром потому что еще опять это разбирать по вас собирать это умолнях нюшся вот почему я не понимаю я же могу этот контователь же взять сюда и притащить я же так делал собрал двигатель притаскивал сюда и ставил режим проверки диагностика монтаж деталей но вот не походить 3 да он так или после того что особенности вот этого двигателя что он части ночи сверху сзади готовы не поставить может быть все может быть ну если детали это по одной детали соберет почему я не могу отсюда стоять работать двигателя я не могу отсюда все собрали снять двигатель скантовать тебя а а снять мы здесь его собираем а устанавливать двигатель под вот и короче помолчу использовать перенести оборудование на подъемник сюда так какой-то а тесно и получается что я не могу поставить я не могу установить двигатель что нести оборудование подъемник б я сюда должен поставить двигатель но я не могу его поставить почему 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 да круто это мы собирали целый видос вот этот двигатель там его собрали мы молодцы но 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 я не могу установить двигатель в автомобиль почему а может его надо опустить давайте попробуем опустить машину вот этот кантователь обставляет сверху двигатель как бы вытаскивать соответственно видеть что машина положение его вверху и соответственно нельзя было установить но здесь как бы двигатель снизу вытаскивается ну так ну такая вот своеобразная машина так честно сказать вот смотрите даже выглядит движок такой очень новенький все очень новенькое а машина такая старая бодра ну ладно мы постепенно и восстановим будет вообще огонь просто бомба будет машина будет вообще блестеть все сиять так ну что ладненько видос получился всем длинным затягает и мы только искали машину потом собирали чижок сейчас что-то тыркались не знаю минут надо пять как это вставить двигатель но тем не менее мы его запихнули в машину так что круто ладненько будет продолжение ремонта вот этой тачки следующий видосе не знаю тут надо и гератоксимулятор еще заснять тоже там как бы и прохождение надо сюжетку тоже ну и за времени конечно в обрез но будем стараться как то сделать еще стримы просят по метро и я как бы сам хочу по метро постримить постриму вообще ну ну не знаю времени подобрать постримить но тем не менее на этой неделе мы должны сделать и стрим по метро еще по кармеханику видосики по Eurotrackсимулятору и будем стараться кое все сделать ладненько спасибо за просмотр Ставим лайк, оставляем комментарий Обязательно подписываемся на канал Не болейте, будьте здоровыми членами Все, всем пока-пока